Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. В советские времена легковые автомобили выпускались с несколькими видами кузовов, но не все поступали в розничную продажу. Вот этот «Москвич 434» для госслужб. В основе версии базовая модель «Москвич 412». Фургоны изготавливались в Москве на автозаводе имени Ленинского комсомола с конца 1968 по 1973 год. Назначение – перевозка грузов массой до 400 килограммов, хотя часто без последствий перевозили и вдвое больше. Машина редкая. Сегодня ее можно увидеть только в кинохронике и старых фильмах. Но этот экземпляр уникален вдвойне. Его изготовили для стран с левосторонним движением. В названии присутствует буква «П», обозначающая правый руль. «Москвич 434П». Кузов собирался из стандартных элементов, но были и индивидуальные детали. Например, длинные задние крылья, тянущиеся от края водительской двери до задних фонарей. И гофрированные боковые панели. Данный автомобиль раннего выпуска, поэтому его торцевая дверь двухстворчатая, а не цельная, как было после 1972 года. Ее верхняя створка прозрачная, хотя были и металлические. Нижняя, если откинуть, образует удобную полочку. Внутри, вровень с полом, крышка, ниши для запаски, инструменты и домкрата. Облицовка экспортная, с четырьмя фарами. Это так называемый «евролуч». Тормозные механизмы всех колес барабанные. Под капотом четырехцилиндровый полуторилитровый карбюраторный 412-й двигатель. Его мощность 75 лошадиных сил. Водительское место справа. Непривычно видеть знакомый интерьер в зеркальном виде. Пассажирский отсек отделен от грузового невысокой перегородки. Оцифровка с медометра до 100, но не километров, а миль в час. Все остальные приборы тоже неметрические. Хоть автомобиль и необычен, но все же москвич и есть москвич. На ходу он практически не отличается от любого другого своего собрата. Конечно, если загрузить этого работягу по полной, его походка изменится. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Впрочем, отличие имеется. Тут установлен более тяговитый задний мост. У него редуктор с увеличенным передаточным отношением. Поэтому машина не в состоянии разогнаться более чем до 115 км в час. Но при этом динамично и способна на трудовые подвиги. Часть москвичей 434П передали в почтовое отделение СССР. Чтобы забрать из ящиков письма, водителю не требовалось выходить на проезжую часть. К сожалению, сегодня наша промышленность таких машин не производит.